Как известно, благодаря быстрому развитию агропромышленного комплекса очень сильно вырос экспорт сельскохозяйственной продукции России. Руководством страны ставится задача всемирно содействовать его дальнейшему росту в ближайшие годы. Отрадно, что в решении этой непростой задачи вносят свой весомый вклад и кубанские, в том числе и славянские аграрии. Кубанский государственный аграрный университет, который принимает участие в программе подготовки АТАШЕ по вопросам сельского хозяйства, готовя будущих представителей России, организовал это важное мероприятие – выездной семинар в одном из лучших хозяйств компании «Садгигант». Глава славянского района Роман Синеговский со специалистами сельского хозяйства встретил гостей и участников семинара. В своем выступлении он рассказал о районе, который по разным показателям, в том числе экономическим, входит в пятерку успешно развивающихся районов Краснодарского края. У нас 45 населенных пунктов, 15 сельских поселений. Чем мы славны, что экономика славянского района многоотраслевая, промышленность, промышленный комплекс и розничная торговля. Новые технологии, качественная продукция, хранение этой продукции. Поэтому у нас будет сегодня с вами возможность посмотреть на технологии, посмотреть на сады, посмотреть, чем занимается эта хозяйственная. Ну и хотел бы пожелать в целом, вот, наверное, вам, чтобы вам было интересно. Участники семинара осмотрели сады разного типа, питомник, хранилище для фруктов, технику и навесное оборудование, которые используются в работе. Пообщались с представителем агрономической службы хозяйства. Самый большой в России, да и во всей Европе сад, где собираются рекордные урожаи, свыше 100 тысяч тонн плодов и ягод в год, накопил огромный опыт развития. Здесь используются самые современные технологии, есть и собственные разработки, которые позволяют хозяйству оставаться на острие прогресса. И весь этот опыт, конечно, поможет в подготовке от ТАШЭ по вопросам сельского хозяйства. Их задача как можно быстрее постичь не только экономику, право, организацию, но и технологию сельскохозяйственного производства. И представлять вот тот великолепный, высочайший уровень за рубежом, поскольку не все знают в мире о том, насколько развито сельское хозяйство и насколько открыт к новым технологиям агропромышленный комплекс России. Борис Некрасов из Московского государственного института международных отношений впечатлен увиденным здесь. Пройдет время, мы всю информацию, конечно, проанализируем и уже будем видеть, какие сорта являются перспективными для экспорта. Потому что самое основное, для чего мы здесь собрались, это понять вообще, как мы можем повысить уровень экспорта сельхозпродукции в целом и яблок в частности на внешние рынки. И тем самым поднять престиж как всей нашей страны в целом, так и региона в частности. Слушатели программы подготовки запомнят удивительный сад, дарящий огромные урожаи. И этот замечательный пример мастерства и трудолюбия поможет им, когда они будут рассказывать о достижениях аграриев России за рубежом. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа события.